Во Львове мусульмане собираются в молитвенном доме, который сейчас выполняет роль культурного центра. Полноценный центр пока создать не удалось. Каким образом мусульмане Львова сохраняют свои традиции, узнавали наши корреспонденты. Мурат переехал из Крыма во Львов сразу после аннексии. Из-за участия в митинге 26 февраля возле Верховной Рады Крыма решил не рисковать и покинул родину. В Крым я не езжу, Крыма я не вижу и очень страдаю и скучаю по родине. Конечно, открытие исламского культурного центра помогает нам объединиться. Мы можем делать намаз, слава Аллаху. Конечно, рады. Аннексия Крыма изменила планы Шефхия Чечеевой. 11 класс заканчивала уже на материке. Во Львове поступила на факультет арабской филологии. Уже учим Коран, у кого каждый свой уровень. Больше украинок ислам принимают, знакомые есть. Здесь проводятся уроки, лекции разные даются. Сейчас во Львове живут около 2000 переселенцев. В исламском культурном центре для них организовали курсы изучения Корана. Будет открываться арабская школа. В арабскую школу будет включаться сам арабский язык. Также исламская культура, арабская культура, религиозные уроки. Также будем стараться открывать здесь курсы крымско-татарского языка. Мы должны стараться более быть активными. То есть, движение по сцену будет в движении. То есть, привлекать людей, стараться как-то им что-то показывать. Вот у нас есть это. У нас есть для детей это. У нас для женщин это есть. Ну, конечно же, в конце будет выбор за мусульманина. Своей мечети у львовских мусульман нет. Пока местные власти не готовы выделить здание даже для крымско-татарского культурного центра. Лиля Зинедин, Асан Иминов, Заман, АТР.